Друзья, всем привет! Меня зовут Евгений Донец и вы смотрите Честный обзор. Сегодня у нашего канала 50 тысяч подписчиков и 9 миллионов просмотров. Это не прямо какие-то космические цифры, но это результат большого труда. Безо всякой накрутки, в течение нескольких лет, мне удалось вырастить канал в несколько раз. Когда-то у меня было 4 тысячи подписчиков и канал жил своей жизнью. Выпустил обзор, на полгода забыл о канале и все. На сегодняшний день это постоянная кропотливая работа, которая приносит свои результаты. Сегодня я отвечу на основные вопросы по съемке Честного обзора и подскажу, как сегодня зарабатывают на Ютюбе. Оставайтесь с нами, вперед! Первый вопрос, на который хочу ответить, а как же зарабатывают ютюберы с отключенной монетизацией? Дело в том, что монетизация никогда не являлась основным источником дохода. Основное, что нужно сделать блогеру, это стать узнаваемым и набрать зрителей любым абсолютно способом. Затем этому самому зрителю можно показывать любую рекламу, но только делать это желательно честно. Поэтому, если мы с эмоциями говорим о плюсах и с эмоциями о минусах, если это меня впечатляет по-честному, зрителю это очень нравится и он четко понимает, что покупает. Нет неожиданностей, когда он распечатывает уже планшет. Многие так и пишут, ну почему я не посмотрел твой обзор до того, как купил эту штучку? Я бы уже все понимал. Так расскажите своим друзьям о том, что это есть. Итак, основной доход честного обзора это, конечно, рекламодатели и заказчики, а вовсе не монетизация. Монетизация приносила в лучшие времена до того, как ее отменили в России, 100 долларов в месяц. Это приятный бонус, его хватало, чтобы оплатить квартиру. Даже отключенная монетизация продолжает приносить какие-то доходы 50-40 долларов в месяц, потому что все русскоязычные страны, которые смотрят нас из-за рубежа, дают мне вот копеечку с каждого просмотра рекламной интеграции. От самого Ютуба не имеется в виду то, что рекламирую я. Естественно, по сей день большую часть обзоров я делаю совершенно бесплатно. Я делаю то, что мне лично интересно, о чем я хочу рассказать. Это позволяет каналу постоянно развиваться. В какой-то момент от этой политики я, конечно, откажусь, и мой любой труд должен будет оплачиваться, хоть за какие-то деньги. Поэтому на сегодняшний день я приглашаю к сотрудничеству магазины, которые будут на постоянной основе проплачивать мне определенную сумму за каждый обзор. И за это получат, конечно, существенную скидку и гораздо более выгодные условия, чем те люди, которые заказывают какие-то разовые обзоры. Как правило, это наши друзья из Китая. Вот в моем канале есть такая политика, что я всегда честно рассказываю о любом продукте, даже если изготовление обзора проплатили. Я сразу говорю клиенту, вы согласны на такие условия, что я честно расскажу о плюсах и минусах вашего продукта. Они отвечают, да, согласны, и тогда оплачивают мои услуги, а я выполняю свою работу. Объясняю это очень просто. Дело в том, что если все время хвалить ваш товар, зритель понимает, что его обманывают, и он не верит в такие обзоры, конечно. А если мы все время хейтим товар, то здесь тоже обратная сторона этой грани. Здесь люди начинают возмущаться, а с чего ты? Это хороший нормальный смартфон, нормальный планшет, что ты на него наезжаешь? Просто ты ничего не понимаешь, и вкуса у тебя нет. И заелся ты, блогер. Раз, два, три, спасибо! Спасибо огромное нашу зрительную команду. На самом деле есть еще один праздник у моего хорошего друга, коллеги, Женя Донец, все его знаем, конечно же, да. И у Жени есть блог. Блог на ютубе, честный обзор Жени. И я знаю, что у тебя юбилей, ты долго к этому шел. И буквально пару лет назад мы с тобой отмечали 20 тысяч подписчиков, да, и за короткий срок ты набрал еще плюс 30 у Жени. Соответственно, праздник. Давайте мы поздравим, у него 50 тысяч подписчиков на его ютуб канале. Мы работаем официально, у меня есть кабинет самозанятого, любая услуга должна быть оплачена, официально проведена. Мы не хотим рисковать и хотим полностью легально работать в этой сфере. Потому что чем отличается ютуб-блог от телевидения? Да тем, что я здесь делаю все сам. Тем, что здесь я руководитель, надо мной нет людей, которые подавляют мой творческий потенциал, как это было на телеканале, где я когда-то работал. Сегодня мы кайфуем от этой свободы, но в то же время понимаем и ответственность. Кстати говоря, честный обзор транслирует телекомпания Афонтова в городе Красноярске, где я родился и откуда давным-давно переехал. В 2012-м в Москву. Сейчас я живу на два города, это Москва и Санкт-Петербург. Все зависит от того, где у меня есть заказы. Кайфую от Питера, очень его люблю и в то же время очень нравится работать в Москве. Мотаюсь туда-сюда. На телекомпании Афонтова я не работал, но там находятся те же самые коллеги, которые знают меня еще со времен работы на телеканале СТС Прима в Красноярске, а также на радио Европа Плюс в том же самом медиахолдинге, где находится Афонтова. Поэтому эти связи позволяют нам сотрудничать. Я просто высылаю им этот контент со стендапом Афонтова в начале. Моя мама, живущая в Красноярске, радуется, видя сына по телевизору. И мне приятно лишний раз напомнить аудитории Красноярска о том, что ваш человек здесь, ребята. Постоянные наши зрители знают, что все честные обзоры имеют строгую определенную структуру. Она прописана в тайминге. Если вы откроете описание к видео, то там есть тайм-коды, где все по главам распределено. Мы делаем просто детальный обзор всего смартфона. И затем люди, которые спешат, например, хотят посмотреть шим-тест только, нажимают на тайминг этого шим-теста. И просматривают ту главу, которая им нужна. Может быть ему неинтересно игровые тесты смотреть, потому что он вообще не играет. А другой человек не хотел бы слушать все остальное и переходит сразу на игровые тесты. В этом суть обзора. Он должен быть полноценным и отвечать сразу на все вопросы, а не так, что полуфабрикат, после которого ты ждешь продолжения. Многие, кто наблюдают за мной не один год, понимают, какого труда мне стоит эта работа. В частности, меня поздравила моя половинка. В течение на ютуб канале. Затем мой друг, продюсер и организатор больших ивент-форумов в Петербурге поздравил. Это очень приятно. Уверен, что в следующей конференции уже будет еще больше. Известный шоумен города Москвы Валерий Чигинцев поздравил. Хочется пожелать Евгению такого же роста. Ну и все ваши поздравления в комментариях. Большое вам за них спасибо. У Жени на ютуб канале 50 тысяч подписчиков. И в связи с этим я решила поздравить. Сейчас, как ты это делал только что. У Жени на ютубе подписал Казари. Ура! Романтический сюрприз в честь 50 тысяч подписчиков. Короче, ребра бибикю. Вот. Овощи, гриль. Спасибо тебе. Спасибо. Вы также заметили, что у меня появился соавтор, который пишет текстовые блоги. Их можно прочитать здесь же, на ютубе, во вкладке «Сообщество». Пройдите, обязательно посмотрите. Эти самые обзоры дублируются также в нашу группу ВКонтакте. Ссылка на нее, конечно, есть в описании. Ну и на наш сайт, который был заведен специально для этих целей. Как попасть ко мне в соавторы? Очень просто. В один из моментов я заметил, что у меня есть человек, который постоянно комментирует все обзоры. Причем я обратил внимание на то, что комментирует он их очень развернуто и слишком уж грамотно. Я задал ему вопрос, кем он работает. Оказалось, он как раз продает технику в одном из магазинов города Москвы. Я предложил ему не тратить свою энергию впустую на эти развернутые комментарии, которые читают только я, а писать сразу обзоры, потому что то, что он делает, должно однозначно приносить пользу. По сути, я просто хотел помочь человеку. Он все равно пишет, но почему бы не оформить это в красивую оболочку и выдать как хороший продукт. А как раз он хотел помочь мне в раскрутке обзора, но в итоге получилось, что все-таки именно я ему помогаю. Потому что текстовые обзоры на видеохостинги не так популярны, не так читаются, как просматриваются сами блоги. Схема очень простая. Магазин предоставляет ему смартфон, тот пишет обзор, получает за это деньги. Я выкладываю контент у себя на канале без упоминания магазина, если он ничего мне не оплатил. Просто обзор. И те ребята репостят к себе данный обзор, потому что это продукт, которым они торгуют. В данном случае получается взаимовыгодный симбиоз. Я ему предоставляю площадку и постоянно его рекламирую. Он в то же время делает для себя полезное обучение, которое в будущем может стать его основной профессией. Евгений Донец продолжает снимать свой техноблог «Честный обзор». И сегодня хочется его поздравить с большим событием. 50 тысяч подписчиков. Хочется пожелать такого же роста и сумасшедшей популярности. Теперь вопросы, которые задают зрители. С чего начинал? Какие трудности были? И когда пришли первые рекламодатели? Начинал я в 2012 году, когда у меня появился первый смартфон на Android. Это был Fly IQ 440 Energy, насколько я помню. 5000 мАч. Тогда был просто огромным аккумулятором. И он работал дня три, наверное, потому что производительность процессоров тогда оставляла желать лучшего. Телефон не царапается. Я скажу вам честно, что неоднократно ронял его на асфальт. Это было примерно 4 раза. Телефон не разбился. Он попадал в кашу, в московскую грязь со снегом. Затем вышел некий смартфон Galaxy, насколько я помню, S4 Mini, который в рекламе был расписан как что-то очень классное. И когда я его купил за полную стоимость на старте продаж, она всегда завышена, я ужаснулся, насколько он плох в сравнении с тем, что рассказано о нем внутри рекламы. Меня это очень сильно разозлило, и я записал честный обзор, где четко разложил его по полочкам. Тогда этот обзор набрал 140 тысяч просмотров, и я понял, ого, так эта штука востребована, так вот чем мне нужно заниматься. Таким образом, честный обзор начался где-то в 2013 году. Samsung Galaxy S4 Mini. Впервые в жизни я позволил себе купить телефон, который действительно очень хотел. Он еще не появился в продаже, но уже был в рекламе. Вы скажете, ничего себе, так сегодня 2024, прошло больше 10 лет. Ну да, действительно так, но я не занимался этим на потоке. Я работал в ведущем праздников, как и сейчас, и, соответственно, обзором занимался только как хобби. В кайф мне было это, помогать людям, и просто, ну, творческое... Ну не знаю, вот кто работал на телевидении, поймет, что это тяга быть в эфире. Это кайф для нас, для таких людей творческого потенциала. В общем, выпускал я обзоры нечасто, когда кто-то из моих друзей покупал гаджет. Работать со мной все отказывались, потому что я неизвестный. И затем уже появился у меня замечательный партнер, kasla.ru. Они сказали, что давай мы тебе будем предоставлять на постоянной основе. И вот с этого момента можно отчитывать работу над обзором и результаты подсчитывать. То есть до этого момента у меня было 4000 подписчиков. И за 3-4 года их стало 50 тысяч. Это кратный хороший рост, друзья мои. Всем привет! Я руководитель и основатель магазина kasla.ru. Сегодня мы хотим поздравить большим таким событием 50 тысяч подписчиков у канала «Честный обзор». Поздравляем Евгения, всю его команду. Евгений Донец, ты молодец! Конечно, когда у меня пошел рост, со мной в Береско все захотели работать. Многие московские магазины предлагали и так далее. Но вы знаете, я сказал так, друзья мои, вот сумма за каждый обзор, пожалуйста, давайте работать за деньги. Нет, они хотят халявы. И теперь все хотят мне предоставлять смартфоны. Хотя, когда я только начинал, те же самые магазины сказали мне «Нет, вы вообще никто, звать вас никак». Ну а как тогда человеку талантливому стартовать? Именно потому, что со мной когда-то так поступали московские магазины, я отнесся с пониманием к своему соавтору. Мне бы такого человека, как я сам в то время. Этот телефон за 30 тысяч. И тот стоит всего лишь 6 390, а этот стоит 30 тысяч. Когда же появились первые рекламодатели? Да почти сразу, но они были очень мелкими. Это были небольшие магазины, которые хотели задешево получить достаточно неплохой видеоролик, потому что у них не было на этот момент вообще ничего. Например, я снимал обзор про Wi-Fi камеру. Мне ее подарили и чуть-чуть, по-моему, заплатили. Я был очень рад даже вот этому успеху. Раньше ведь я зарабатывал на одном, а тут мне раз и с YouTube что-то пришло. Для меня это была большая радость. Я понял, что оказывается, я могу получать доходы из какого-то другого источника. Вообще у рекламодателей существует психологическая отметка. Начинается она с 20 тысяч подписчиков. Они называют нас микроблогерами. То есть пиар-менеджер какого-то магазина ищет блогера от 20 тысяч подписчиков и заказывает ему рекламу. Естественно, предлагают небольшие деньги. Я всегда диктовал свои условия. Я сам оцениваю, сколько стоит мой продукт. Из чего это исходит? Ну, во-первых, снять обзор. Это очень сложно. Из нескольких этапов состоит, если хотите, отдельным блогом могу это рассказать. Во-вторых, это все смонтировать еще больше времени. То есть ты неделю тратишь на выпуск одного хорошего обзора. И, конечно, это должно стоить, сколько я скажу, а не сколько вы считаете, потому что у меня вот столько-то подписчиков. Дело в том, что размещение на YouTube, оно бесплатное. А платит рекламодатель за изготовление самого видеоролика. Ага. Следующая психологическая отсечка для тех, кто заказывает рекламу у блогеров, это 30 тысяч. Уже блогер покрупнее. Чувствуете циферка, да, посерьезнее? И, наконец, 50 тысяч, когда это уже серьезный блогер. Например, следующая цифра только 100 тысяч, после которой ты считаешься уже, ребята, я один из топовых, так сказать, техноблогеров. Но почему я так говорю, так сказать? Да потому что Вилса Коам у нас лидирует в этой теме. Ведь стрелять нужно не только метко, но и вовремя. В свое время ему удалось метко выстрелить, и он в топе. Он практически сейчас сам нифига не делает. Делают за него соавторы и так далее. Но это можно сравнить с работой целого телеканала. И достичь его величины в техноблогинге, когда таких техноблогеров стало очень много, теперь будет гораздо сложнее. Поэтому можно пробовать и другие форматы. Например, мой канал Честный Обзор подходит по смыслу и названию под любые темы. Я могу снимать и о путешествиях, Честный Обзор какого-то отеля. Мои тревел-блоги набирают максимальное количество просмотров. Один до пятиста тысяч просмотров. Неплохо, согласитесь. Поэтому я разбавляю свой любимый техноблогинг, потому что я реально люблю технику. Разбавляю тревел-блогами, потому что мне нравится путешествовать. Но просто это не так часто у меня получается, как держать в руках новые интересные гаджеты. Спрашивают, есть ли смешные не вошедшие дубли. Таких, конечно, нет. Многие блогеры заготавливают текст заранее и читают его. У меня же в голове есть четкая структура того, о чем я должен рассказать. И себе в смартфон я просто пишу заголовки. Я знаю, как расшифровать каждый из этих заголовков. То есть у меня есть, например, тема рассказать про камеры. И я уже из головы беру всю информацию. Сейчас я смотрю просто в камеру. Здесь нет никакого суфлера. Речь у меня поставлена, потому что я работал на телевидении и радио. И за это имею целых три награды. Вот, собственно, и все о Честном Обзоре. Я буду продолжать этим заниматься. И дальше, если у меня нет времени, я все трачу на праздники, то я все равно периодически поддерживаю канал на плаву, выпуская те гаджеты, которые мне интересны. Это должны быть гаджеты на старте продаж. Хотите заинтересовать меня, высылайте еще до старта продаж. И я с удовольствием сниму даже бесплатно. Если там что-то прямо топовое, интересное. Что-то типа Galaxy S24 Ultra. До старта продаж было бы здорово, конечно, снять. Кстати, у меня к вам вопрос. Что хотели бы вы, чтобы я изменил внутри Честного Обзора? Что ты добавил? Может быть, какие-то другие игры тестировать? Подскажите, какие игры являются весомыми для вас, авторитетными, которые будут загружать ресурсы смартфона настолько, чтобы показать его производительность? Что мне добавить? Чего бы вы хотели видеть на канале Честный Обзор? Или прям все классно идет? Сам развивайся в какую сторону хочешь. От вас зависит очень многое. Я всегда читаю комментарии. И если вы заметили, очень часто и очень многим отвечаю. Стараюсь остроумно. Тем, кто хамит, могу ответить грубовато. Но я, знаете ли, не тот продавец, который облизывает вас в магазине. Я техноблогер с политикой Честного Обзора. Если мне хамят, я по-честному отвечаю. Да пошел ты! Куда подальше? Есть ребята и поумнее, которые являются костяком моей зрительской аудитории. Которых я обожаю. С которыми мы дружим и общаемся очень уважительно. На сегодня это все. Меня зовут Евгений Донец. Честный Обзор продолжает свой путь к успеху. Следите за обновлениями. Если вы подписались, ну хотя бы начало, посмотрите каждого блога. До встречи! Субтитры сделал DimaTorzok